Эрудит в переводе с немецкого буквально означает «чудесный ребенок». Так называют детей, которые по уровню интеллектуального развития значительно опережают своих сверстников. Если одни играют в игрушки, то они пишут стихи, музыку, трудятся в научной лаборатории, развивают свою память и многое другое. И такие дети в средней школе номер 20 имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева города Бреста есть. Работа с одаренными учащимися ведется по нескольким направлениям. Первое, как и во всех учреждениях образования, это олимпиадное движение по учебным предметам. Проводится школьная олимпиада, выбираются самые лучшие детки, с ними занимаются педагоги. Конечно же, мы нацелены на то, что надо выигрывать не только район, но и областной этап. И, конечно же, хотелось бы видеть наших учащихся и победителями республики. А такие у нас уже случаи тоже были. Кроме того, все у нас учащиеся, начиная с начальной школы, занимаются исследовательской деятельностью. И в этом учебном году, я считаю, что мы сделали такой рывок. У нас 3-4 классы занимаются языковым программированием Scratch. Спонсорская помощь нашего унитарного предприятия Бресту Болгас помогла. Мы купили три набора лего, и поэтому Scratch мы уже, скажем, разбавляем где-то робототехникой. На второй ступени образования, опять же, это олимпиадное движение, исследовательская деятельность. Внедряем также робототехнику, и мы здесь делаем все-таки где-то упор больше на техническое направление. Потому что третья ступень, ну, мы гордимся этим, у нас инженерные классы, где физика и математика являются профилирующими предметами. И ребята уже делают, ну, скажем, совместно с нашим техническим университетом, с преподавателями, с нашими учителями, очень достойны даже разработки. Пятиклассник Николай Солопов привлек наше внимание с первых минут разговора. Красиво поставленная речь, сдержанные эмоции, да и выглядит в строгом костюме тройки, как настоящий директор. Но самое главное не это. Николай имеет феноменальную память. В самом детстве ходил в различные кружки, общеобразовательные, и в которых он действительно на лету просто запоминал некоторую информацию. Кроме того, снимался в детской передаче, где выучивал большие тексты. Это в четыре года всё происходило. То есть с этого момента у него уже начались постепенные тренировки по памяти. Кроме этого, ребёнок постоянно посещает различные другие кружки. Это музыка, английский язык, очень разносторонний круг интересов. Всё это, видимо, формирует вот такой вот очень широкий взгляд на мир. Папа юного эрудита считает, что ограничивать ребёнка в гаджетах просто необходимо. Поэтому в телефоне школьник зависает не больше 20 минут в день. Так как виртуальный мир не поглощает слишком много свободного времени, мальчик занимается саморазвитием. Например, читает, смотрит познавательные программы, а по пятницам традиционно решает математику с дедушкой. Помимо учёбы Николай занимается музыкой, ходит на английский и увлекается спортом. Как он всё успевает? Я сам не понимаю, как у меня это всё получается. Как я прихожу с тренировки, успеваю молотовые уроки сделать, может ещё сходить погулять, посмотреть интересный фильм какой-нибудь, почитать книгу. Ну вообще, мне кажется, это всё из-за родителей, потому что они с самого раннего детства отводили меня на разные кружки, на разные передачи, успевал ещё в садик ходить. Ну то есть вот это с самого раннего детства формируется такая, как успеваемость. Орудированный человек — это человек, обладающий широким интеллектуальным горизонтом, имеющий большой багаж знаний. Обычно эрудиты читают очень много книг, смотрят много разных научных передач. То есть эрудит — это человек, разбирающийся в многих сферах деятельности и науки. Можешь ли ты назвать себя эрудированным человеком? Ну, наверное, да. Несмотря на успехи и такой талант Николая, как феноменальная память, он, как и все его одноклассники, учится по общей школьной программе, чтобы, так сказать, не отличаться от всех. У тебя, опять, феноменальная память, да? Как это чувствуется? Может, какая-то ты зависть со стороны одноклассников, либо, наоборот, они тебя поддерживают в этом плане? И не то, и не другое. Они относятся ко мне нейтрально. То есть, ну, как сказать? Сейчас же главное не память, там, вот это, главное, типа, подписчики в ТикТоке, в Инстаграме, вот это все. Нет, почему? Ну, ну, они, конечно, дружат со мной, но никогда не бывало такого, о, какая у тебя прекрасная память, о, Коля, там, ну, вот этого всего. Ну, конечно, нет, но так я со своими одноклассниками дружу, у меня очень много друзей в классе. Казалось бы, Николай Солопов ученик только пятого класса, но он уже знает, какую профессию выберет по окончанию школы. Лично у меня было много предположений. Делись с ними. Раньше я хотел стать арахнологом, наукоизучающая пауков, арахнология. Ну, сейчас я хочу стать летчиком гражданской авиации на международных рейсах. Абсолютно не против и только за. Тут прекрасная профессия, главное, чтобы он стремился и развивался. Вот, двигался вперед, почему нет. Все, что будет ему интересно. Главное, чтобы это было полезно и ему, и обществу. А это хорошая, полезная профессия. В рядах эрудитов средней школы номер 20 города Бреста и десятиклассница Арина Ахримук. Девушка с головой погрузилась в науку и каждый раз создает что-то эдакое. В разговоре с Ариной трудно было не заметить блеск в ее глазах, ведь ей нравится, что она делает. Меня всегда забавляет, когда говорят, «Вау, ты такая умная, ты такая молодец». Хотя, ну, на самом деле я просто обычный ребенок, которого много идей в этом плане. Некоторые предметы, вы поете по математике, физике, мне дается легко, но языки и химия с биологией идут тяжковато. Постоянно что-то делаю, нужно заранее за недели-две планировать свой график, потому что там и учеба, и где-то выступления, ну, и личные увлечения. Идеи могут достаточно спонтанно приходить. К примеру, вот идешь, идешь по улице, а потом, блин, в шахтах много метана, может как-то с этим что-то сделать, ну, или что-нибудь такого. Так что это зависит все от человека. Только за 2023 год Арины успели наградить в Ленинской администрации за заслуги достижения. На новогодней встрече у мэра девушку также заметили и отметили. Но одним из главных достижений Арины стали соревнования, организованные в Минском технопарке. Это скорее показатель то, что у меня получается это дело с исследовательскими работами. И я считаю, что стоит этим просто продолжать заниматься. Когда я сказала родителям то, что вот у меня получила дистанционное обучение, мама вначале не поверила. Она поняла, что реально я получила, когда я принесла ей заявление об этом. Наоборот, меня родители поддерживают. Пока меня не было в Бресте, моя сестра помогала, ну, как рекламировать нашу исследовательскую работу, в которой мы выступали на 100 идеях. Ключ к успеху каждого эрудита – найти то, что реально интересно именно тебе. Для этого нужно услышать свое сердце и понять себя. И тогда все получится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...